Ааа, ребят, смотрите, чё произошло! Озеро, оно отравилось, этот бензин попал в озеро, и здесь теперь всё отравлено, аааа! Какой же эпичный этот щит, блин! Сдохни, зомби! Ааа, и что мы с него выбили? Очень маленький шанс выбить эту статуэтку! Всем привет, меня зовут Ванчёва, я рад приветствовать вас на 28 серии нашего желания на моей сборке 2 Техномагия с изменёнными крафтами! В этой серии мы будем создавать нереально огромный завод по переработке нефти из иммерсив инжиниринга, А точнее из аддона к иммерсив инжинирингу, который называется иммерсив петролем Как мы видим, то что здесь в этом аддоне у нас присутствует какое-то смазочное устройство, портативный генератор, асфальтобетон здесь есть, укреплённый корпус, моторная лодка В общем, немало он добавляет новых предметов, и самое главное то, что он добавляет несколько новых мультиблочных структур В книжке инженера этот мод у нас расположен под вкладкой обработка нефти Здесь мы видим, что есть проектор, как раз таки проектор, который мы использовали в прошлых сериях, добавляет этот мод Он добавляет штанговый насос, который мы будем делать в этой серии, и потом ректификационная колонна, которую мы тоже создадим Вы просто посмотрите, какая же она огромная, мы будем её сегодня строить И, кстати, здесь есть вот эта лесенка, по которой мы сможем забираться на самый верх и везде здесь ходить Про моторную лодку написано то, что на ней мы сможем гораздо быстрее передвигаться, чем на обычной лодке Поэтому я тоже ради интереса хотел бы её сделать Асфальтобетон там я не помню, для чего он нужен Смазка нам понадобится, чтобы эти все механизмы работали быстрее И, в общем, давайте начинать Я, как всегда, подготовил все материалы и блоки, из которых мы будем создавать эти мультиблочные структуры Здесь на самом деле находится больше ресурсов, чем нам понадобится Но вот это всё нам нужно хотя бы по одной штучке из каждого стака Поэтому мы это всё забираем Но, как мы видим, наступила ночь, поэтому нужно сначала будет поспать Теперь нужно определиться, где же я буду строить все эти мультиблочные структуры И поскольку всем этим механизмам, чтобы они работали, потребуется энергия Ёпрс, это я ж без ботинок, чё ж ты меня подкидываешь Чтобы в конечном итоге они начали производить энергию, они сами должны питаться от какой-то энергии в самом начале И поэтому мне нужно будет от своей всей системы ввести туда коннектор И я не хочу поэтому уходить куда-то далеко, и я думаю, что где-то у нас здесь будет нефть Чтобы найти жило с нефтью, нам понадобится колонковый бур, как раз с помощью которого мы искали жилый рут для экскаватора Я хотел бы где-нибудь в этой части базы расположить весь этот завод, потому что здесь у меня как раз ничего не стоит Но для начала нам нужно взять колонковый бур в руку Потом мы видим то, что у нас появляется здесь разметка чанков Давайте поставим, допустим, где-нибудь здесь этот колонковый бур Дальше я взял вместе с собой средневольтный конденсатор, я его здесь ставлю Присоединяю к колонковому буру один коннектор и к этому второй коннектор Ну-ка, они законнектятся? Нет, не получилось, надо чуть подальше Всё, энергия в нём появилась, тыкаем по нему правой кнопкой мышки И сейчас у нас должна появиться проба, в которой мы увидим, есть здесь нефть или нету Выпала первая проба, написано, нет минералов, нет нефти Фу, вообще какая-то дурацкая проба, её тогда выкидываем и уходим из этого чанка Опа-на, бинго, мы попали, всё Здесь у нас показывается 11 миллионов нефти Также написано, что нету минералов, но это нам не важно Самое главное, что здесь есть нефть и как раз-таки здесь мы начнём строиться Правда, не очень у нас здесь получилось такое местечко, но не важно Самое главное, что оно есть Первое, что нам понадобится, это построить штанговый насос Я его уже положил в проектор И теперь нужно не ошибиться, блин, и не поставить его шиворот на выворот То, что я как раз-таки умею Мне кажется, что его нужно поставить вот так Давайте попробуем вот так И теперь заполняем его всеми этими блоками Так, я построил и теперь пробуем активировать Ну-ка, куда нужно тыкать? Тыкают, всё время это проблема у меня, я не знаю А вот всё отлично, оно активировалось И ну-ка, я правильно поставил? Ух ты, это чё? А, это колонковый бур, который я рядом ставил, надо его сломать Вот такая у нас получилась конструкция Штанговый насос И у неё, кстати, почему-то текстурки нету, когда я на неё навожу Как мы видим, она требует энергии У неё нет внутреннего интерфейса Но одна эта машинка сама по себе ничего нам не даст Нам нужно ещё будет построить эту башню, которую я показывал По старинке открываем эту вкладку в книжке инженера Дальше берём наш штанговый, а точнее простой проектор Соединяем это на верстаке И получаем проектор уже с ректификационной колонной И где же я её буду ставить? Ну, в принципе, вот где-то вот здесь можно её поставить Она в ширь не очень большая Хотя, блин, огромная она Но вот самое главное то, что она ввысь просто нереально большая Ох, я прям чувствую, какая же она будет огромная Кстати, кто не понимает, как поставить вот такие блоки Если мы откроем книжечку, то увидим то, что всех ресурсов у нас хватает Но какие я только сейчас не брал блоки, не пойму Какие здесь нужно ставить? Оказывается, нужно было сделать плиту из стальных лесов Я вот даже сейчас думаю Я беру эту плиту, но всё равно мне не показывает то, что это правильный блок Если я их сейчас поставлю, ладно, потом буду проверять Если неправильно поставлю, придётся, конечно, всё ломать Ох, ну вы просто посмотрите, какая же она огромадная Я уже даже задолбался её строить Ё, простите А, привет, чё, смотри, как я высоко забрался Чё ты там сидишь? Вроде всё, башенка готова И теперь самое главное это активация Я очень надеюсь, что правильно я поставил эти полублоки Давайте тыкаем, тыкаем, тыкаем Ну-ка, куда мне нужно тыкать? Да давай же, активируйся, пожалуйста, блин Ну же, давай, я верю, что немножечко осталось О, всё, наконец-то она активировалась Ох, ё, простите, да Она, конечно, большая И выглядит, согласитесь, очень классно Ещё вот эта лестница, по которой мы можем забираться Вперёд, вперёд, вперёд На самую выси, сюда Ого, вот это да Это просто небоскрёб, ребята Это небоскрёб Теперь я могу здесь ходить, что-то делать Хотя не знаю, зачем мне тут что-то делать Ну-ка, у неё есть внутренний интерфейс Давайте посмотрим Блин, весь инвентарь у меня забит Нет, я на неё нажимаю Нету внутреннего интерфейса Также у неё нету текстурки при наведении И, блин, я опять её поставил не той стороной Вот у нас вход, а он должен быть с той стороны Ах, ну ладно, я, конечно, всё равно буду вести это всё под землёй И получается, как у нас будет работать эта схема Вот этот штанговый насос у нас будет выкачивать нефть Я, кстати, надеюсь, что ему ещё больше ничего не надо Вроде бы не надо И что-то у меня какие-то ошибки начали вылезать Ну ладно, не буду ничего с этим делать А ректификационная колонна будет перерабатывать эту нефть в дизель И мы можем уже будем использовать этот дизель в дизельном генераторе И он будет вырабатывать у нас энергию Я, конечно же, поставлю лучше отдельный дизельный генератор Не буду использовать уже имеющийся, который я поставил Потому что сложно будет провести туда всю эту жидкость И сначала мне нужно присоединить сюда энергию Так, с вот таким макаром я сюда присоединил энергию Правда, у меня здесь высоковольтные коннекторы Я даже не знаю, присоединять здесь к этим механизмам высоковольтные Или всё-таки поставить трансформатор и сделать средневольтные Да, в принципе, мне кажется, без разницы Мда, наверное, только я умею так расставлять провода Чтобы умудриться ещё и умереть Вот и как мне теперь туда залезть без моих ботинок и меча? Любимая землячка всегда поможет Конечно, люблю я всё усложнять Тут, короче, понамутил всякую систему Но главное, что энергия у нас пойдёт Мне просто нравится, как выглядят эти столбы И я решил их побольше понаставить И давайте спускаемся вниз Кто-нибудь вообще понимает, что происходит? Почему я тыкаю молотом и у меня появляется столб? What the fuck? Всё, наконец-то я это всё присоединил Ёпарасы-то Какие я тут системы, конечно, понамутил Но главное, что всё начало работать В штанговом насосе уже начался какой-то процесс Ничего себе Э, а куда у меня вообще жидкость будет поступать? Алё, ты чё начал тут качать? Вот здесь, как мы видим, выход И с этой стороны, да, тоже выход И значит, мы можем поставить здесь жидкостные трубы Такс, и теперь нужно нам подвести трубы к нашей этой всей башне Ну-ка, я подвожу И всё, по идее, жидкость должна была пойти Давайте посмотрим, что-нибудь здесь происходит Вроде бы из вот этой вот дыреньки Должен выплёскиваться какой-то шлак Или ещё чего-то Как мы можем заметить То, что энергия тратится Ух ты, здесь какое-то то загорается То потухает, наверное Ей не хватает жидкости, чтобы она могла беспрерывно работать Ну а куда она поступает вообще? Очищенная жидкость или там чё Биодизель Я уже забыл, что эта колонна делает Допустим, я поставлю сюда сундук И в него должен попадать вроде ш... О, вот смотрите, да Битум попадает Какой-то битум И с битумом мы можем сделать асфальтобетон двумя способами Окей, я это понял А, вот А вот отсюда должна, я так понимаю Выходить уже дизель там Или какая-то жидкость переработанная Но блин, куда мне её выводить Если у меня здесь нету дизельного генератора И кажется, я знаю, как временно решить эту проблему Мы можем сделать портативный генератор Это одноблочная такая структура Простой механизм Который у нас работает на бензине Как раз таки, который мы вырабатываем Ради того, чтобы проверить всю эту схему Можно его сейчас будет скрафтить Всё, я подготовил рецепт этого портативного генератора Давайте его крафтим И, допустим, если вот здесь у нас должна выходить какая-то жидкость Давайте я поставлю генератор где-нибудь вот здесь пока что И сверху мы можем заметить такую точку И я так понимаю, что к ней нужно присоединять трубы И да, смотрите, действительно что-то началось Всё, он начал вырабатывать энергию Только непонятно, я эту жидкость даже не вижу Нужно её будет в какой-нибудь прозрачные трубы переместить Или в какой-нибудь резервуар А то хочется, конечно, посмотреть Что это вообще там за жидкость А, кто меня бьёт? А давайте, ну-ка, попробуем Если я возьму ведро и тыкну по этому всему механизму Не, ничего не происходит У меня только ошибки какие-то возникают А если... О, да, мы можем отсюда бензин забрать Смотрите-ка, прикольненько Из портативного генератора мы, во-первых, можем посмотреть Сколько в нём хранится И также мы можем забрать Я кликаю И у нас получается ведро с бензином Ох, ёпра, СТ Если здесь написана правильная информация, ребят То написано то, что из одного ведра этого бензина Вырабатывается аж миллион двести тысяч РФ энергии Да ну нафиг Если это действительно столько вырабатывается Да это же офигеть можно будет Или это только в компрессионном генераторе из Thermal Expansion Хотя я даже могу сделать этот компрессионный генератор В принципе, я здесь крафт не сильно изменял Я его вообще вроде не изменял И я разлив этот бензин И ёпра, что он такой странный какой-то Фу, противный Ну-ка, надо его забрать отсюда Он что, мою воду уничтожил Моё озеро А, нет, всё нормально А, ребят, смотрите, что произошло Озеро, оно отравилось Этот бензин попал в озеро И здесь теперь всё отравлено Ну ладно, на самом деле это я всё поставил Если мы посмотрим То бензин здесь не особо быстро создаётся На самом деле Хотя, примерно, наверное, в 2 секунды 100 милибакетов создаётся Ну-ка, давайте посмотрим на наш насос Чё у нас здесь А, ну, наверное, потому что энергии не хватает Я так думаю Если мы здесь поставим дизельный генератор Или много вот этих портативных генераторов И запустим сюда это всё энергию То тогда, я думаю, оно будет работать гораздо быстрее Ну и также, мне кажется, то, что нефть Он выкачает совсем не скоро Потому что там сколько? 11 миллионов мы видели Милибакетов нефти Блин, да это просто обалдеть сколько Теперь я хочу попробовать конденсатору Присоединить этот портативный генератор Если мы посмотрим, откуда у нас должна выходить энергия То вроде бы отсюда Но, блин, мне нужно как-то его повернуть И... Ой, блин, я его сломал Ну-ка, поворачиваем нашим молотом Кстати, если мы его вот так снесём, как я это сделал То здесь останется внутри жидкость Но почему-то она перестала наполняться Алё, ты чё не работаешь? Какого-то фига перестал заполняться этот портативный генератор Но он же полностью не заполнился Почему перестаёт поступать бензин? Хотя показывает, что ректификационная колонна всё время работает Странно А, в книжке написано то, что не нужно даже присоединять к нему какой-то коннектор Мы просто тыкаем по нему проводом И нажимаем на коннектор И всё Ух ты И он даже сразу начал работать Только провод не видно Он куда-то исчез Алё, что с проводом? Короче, схемка в самом начале начала прекрасно работать Но почему-то сейчас остановилась И у меня ещё и провод залагал Непонятно почему И как мы можем увидеть, что битума здесь уже скопилось аж 42 штучки Мы будем потом из него делать асфальтобетон Я, конечно, пока что не знаю, где можно применять этот бетон Наверное, он так же, как и обычный бетон в Майнкрафте Ускоряет наше передвижение И поэтому можно где-то его в декоративных целях применять Опа-на Кажется, я выбил новое измерение в Адвент оф Ассеншене Здесь был какой-то моб И я его убил И с него выпал Абисс Реалм Стоун Ха Также в этой серии я бы хотел попробовать улучшить из иммерсив инжиниринга щит Сначала мы его попробуем покрасить Для этого нам как раз-таки понадобятся шейдеры Которые мы добыли в Твайлайт Форесте Если мы в GE напишем шейдер То увидим кучу непонятных различных штук Как раз-таки эти шейдеры мы можем использовать Чтобы декорировать различные предметы Если мы наведем правую кнопку мышки и зажмем shift То увидим, что мы можем применить эти шейдеры на химическом метателе Рельсотроне, вагонетке и так далее И в самом внизу видно, что написано покрытый щит Покрытый щит это как раз-таки вот эта штука Тяжелый покрытый щит, который мы сделали Ну-ка я вот это уберу Если его взять в руку, то он выглядит вот так вот просто особо Ну да, конечно прикольнее, гораздо круче, чем простой щит Но оказывается его можно еще декорировать и улучшать Давайте сначала я навожу на него какую-нибудь текстурку У меня есть разные шейдеры И также помимо шейдеров у меня есть еще шейдер баги То есть это как лаки-блоки, только шейдеров Из этого шейдер бага нам может выпасть любой шейдер Давайте открываем, у меня есть 4 штуки Ну-ка, 1, 2, 3 О, мне походу выпало, которая у меня уже была И 3, да, все У меня появилось теперь новых 3 шейдера Или подождите, вот эти, да, блин, они одинаковые Ну ладно, 2 новых у меня появилось Написано level twilight Если мы на другие наведем, то здесь будет написано Типа раритетный, типа эпический Или всякие простые и так далее Теперь, если мы зайдем в верстак инженера из Immersive Engineering Сюда положим тяжелый покрытый щит и положим какой-нибудь шейдер То мы видим в левом верхнем углу то, что он окрашивается в разные текстурки И мне бы выбрать какой-нибудь интересный Ох ты ж, вот это Ого, мы можем прям посмотреть, как он здесь выглядит Офигеть, вот этого я не видел Вот такой у меня есть Потом такой, но этот мне не очень нравится А вот анимированные мне гораздо больше нравятся, блин, классные такие Но вот этот, мне кажется, самый прикольненький получился такой Еще есть у меня такой щит Только я, правда, вообще не помню, где я достал эти шейдеры Поскольку лут отключен в сундуках, в данжах То я вообще не представляю, где я мог достать вот эту штуку Но выглядит тоже очень интересно И я не знаю, какую применять Наверное, я лучше применю вот эту И теперь просто забираем отсюда щит Вуаля! И, кстати, мы можем его еще раз перекрасить Да, если мы его сюда кладем То мы можем, во-первых, забрать вот этот шейдер И положить какой-нибудь другой И теперь посмотрите, какой я модненький, ёп Я, конечно, хочу какой-нибудь поярче щит Но вот этот тоже прикольненький Но это была декоративная часть А теперь давайте улучшим этот щит Да, в Immersive Engineering можно улучшать различные инструменты и оружие И по этому поводу я приготовил несколько крафтов Первое, это у нас идет магнитная перчатка Давайте сначала все скрафтим, а потом будем улучшать Потом у нас лампа-вспышка Эти все ингредиенты мы уже создавали Дальше у нас идет шоко-излучатели Это, если что, железный прут, он тоже делается легко Это у нас низковольтные коннекторы И последнее, это у нас идет конденсаторный рюкзак Это, конечно, не штука, с помощью которой мы будем улучшать щит Но он нам понадобится для одного улучшения Теперь мы опять подходим к верстаку инженера Запихиваем сюда щит И мы можем положить сюда каких-нибудь два дополнительных улучшения Все три запихнуть мы сюда не можем Но, как я помню, то, что мы сможем их забрать Если нам это понадобится Давайте, допустим, я положу сначала одну лампу-вспышку Если мы наведем на него курсор, то видно, что накопленной энергии 0 из 1600 флакса То есть нам нужно где-то либо зарядить этот щит Либо нам нужно зарядить конденсаторный рюкзак И тогда, если мы его наденем на уровень нагрудника То будет заряжаться наш щит Кстати, вы посмотрите, как выглядит этот конденсаторный рюкзак Обалдеть, я впервые это вижу И я, блин, случайно скрафтил зарядную станцию Короче, чтобы нам зарядить вот этот нагрудник Точнее, конденсаторный рюкзак Нам понадобится зарядная станция Делается она легко Вот так выглядит эта зарядная станция Сзади у нее есть вход для коннектора Сюда мы присоединяем провода И теперь, если мы нажмем на него либо конденсаторным рюкзаком Либо тяжелым покрытым щитом Давайте, например, щит Я сюда кладу, и он начинает заряжаться Щит у меня очень быстро зарядился Давайте теперь рюкзак зарядим А, похоже, это даже индикаторы заряда Когда он был красный, это значит полностью разряжен Потом желтый, это посередине И зеленый, это полностью, наверное, он уже заряжен Ну-ка, забираем его Теперь надеваем его Давайте испробуем наш щит Ну-ка, я его нажимаю И нет, почему-то ничего не происходит А, вот, все, да, произошло Видите, они ослепились как бы И он дальше не идет Крипер почему-то видел Но, наверное, потому что он не ослепился А вот на этой штуке непонятный зеленый Мы можем проверить О, видите, да, все Он не может нас ударить Ничего не происходит Он как бы отталкивается И на него накладывается какой-то эффект Следующее, что мы попробуем наложить Это магнитная перчатка Написано, что экипирует щит нажатием кнопки И, блин, ребят, я что-то не могу вспомнить Нажатием какой кнопки он экипирует щит Я что-то нажимаю Нажимаю, вроде бы должен быть двойной клик И когда у нас щит находится в инвентаре Он сразу же перемещается во второй слот Точнее, во вторую руку Но почему-то этого не происходит Когда он у меня в инвентаре Блин, я, честно говоря, не помню И даже в управлении я не нашел этой кнопки Напишите, пожалуйста, в комментариях Ну, давайте, допустим, заберем отсюда магнитную перчатку И попробуем наложить шоко-излучатели Атакует нападающих и распыляет снаряды У меня паук какой-то тут по стенам лазит Ну-ка, я его ударяю Использую щит Иди-ка сюда, чувачок У нас, кстати, на щите в левом нижнем углу Как видите, появился коннектор И если мы, кстати, посмотрим на F5 Посмотрите, какой же эпичный этот щит Блин О, ну-ка, вот я зомби в шахте нашел Давайте распыляем щит И да, видите, на него чё-то какой-то электрический заряд ударяется Если мы щит отпускаем, то у нас перезарядка идёт Дальше она произошла Опля Опля, и у меня чё-то сломалось, блин Походу, как... А, шлем у меня сломался И видите, он нас ударяет Но ему почему-то урон не наносится Но в любом случае, его бьёт какой-то молнией Его отки... Да, ему всё-таки наносится урон Как мы можем заметить Ну-ка, давайте он перезарядится Я нажимаю, он ко мне подходит И раз, ему полсердечка удаляется Сдохни, зомби О, ребята, посмотрите, что мы с него выбили Блин, так это же очень маленький шанс выбить этот трофей Эту статуэтку И мы выбили её с зомби Теперь, если мы будем на неё нажимать То будут производиться звуки зомби Конечно, эта статуэтка классная Но именно зомби, она бесполезная А вот если мы найдём статуэтку Крипера То она вроде будет взрываться Или вообще-то это только на 1.7.10 версии нужно было А здесь и такая тоже как бы бесполезна Ну ладно, всё равно очень классно Ну а на этом, ребятки, я буду заканчивать Мы в этой серии сделали офигеть какой прикольный щит Также этот рюкзак Только жалко, что нельзя какой-нибудь нагрудник на него наложить Чтобы он ещё и защиты много давал И выглядел ещё так эпичненько Я на самом деле вообще не могу понять Почему в Industrial Craft тоже не сделают такие прикольные текстурки Потому что выглядит это очень мощно В следующих сериях мы также сделаем другие инструменты Из иммерсив инжиниринга В том числе и револьвер Я его тоже ни разу не делал Ну а на этом я буду заканчивать С вами был Ванчилов Всем хорошего настроения Всем удачи Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Оставляйте свои комментарии И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok